Добрый день, коллеги! Сегодня про систему, сегодня про результат, который может дать психолог. Потому что с этим вопросом обращаются очень многие психологи, они говорят, что я могу дать в качестве результата клиенту. Потому что если вы слышали, если вы работали, если вы когда-то сталкивались с маркетологами, либо с другими какими-то людьми, которые занимаются в социальных сетях продвижением, вы точно знаете, что они все будут говорить, напишите результат, напишите результат, который вы даете клиенту. Вы можете написать результат, который вы даете клиенту. И самый главный вопрос, можете ли вы его гарантировать? Потому что, сейчас расскажу, дело в том, что гарантировать результат вы, конечно, можете при условии, что клиент сделает вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И тогда вы можете спокойно гарантировать результат. То есть я знаю такую уловку, создают очень многие онлайн-школы, они говорят, что мы вам с удовольствием вернем деньги, если вы сделаете вот это, вот это, вот это, и там еще нужно вложиться еще дополнительно. Мало того, что они весь пакет продают за 200 с лишним тысяч, так еще и ко мне просто пришла один раз такая психолог и говорит, Ирина, я попала на 200 с лишним тысяч, мне сейчас нужно организовывать ИП, мне сейчас нужно докупать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть к курсу онлайн-школы там докупается еще огромное количество всяких прибамбасов, которые действительно нужно вложить для того, чтобы организовать эту онлайн-школу, здравствуйте, и что-то там зарабатывать еще. Но, на самом деле, я предлагаю более простой способ, зарабатывать 100 тысяч это легко, 200 тысяч, 300 тысяч это тоже очень легко. Задача зарабатывать выйти хотя бы на 500-600 тысяч рублей, любой психолог абсолютно может зарабатывать, любой, абсолютно любой. Даже если вы начинающий психолог, вы тоже можете зарабатывать и 300, и 500, и 600 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей вы вообще легко можете заработать. Поэтому я предлагаю систему, по которой, помните, я говорила в первых видео, вот в начале этой недели, что сначала вы ищите интерес, что интересно вам, затем вы ищите интерес, что интересно клиенту, вы описываете подробно его портрет, и вот здесь как раз уже начинают подключаться инструменты маркетинга. Потому что, помните, еще раз вам говорила, еще раз расскажу систему, что есть привлечение, есть продажи и есть ведение. В институтах, в университетах, к сожалению, вас учили только ведению клиентов. То есть и на курсах многочисленных, куда вы придете, вас тоже будут учить, как вести клиента, что с ним делать и так далее. У нас в клубе тоже есть два огромных модуля, где я рассказываю про ведение клиентов, как вести клиентов. Разные техники, как работать с родом, как работать с будущим, как работать с обидой. Ну, то есть эта тема тоже глубоко проработана, но только не как в институте, а уже прям конкретные техники какие-то. То есть вы берете клиента, и вот вы уже точно знаете, что с ним делать от первой до последней встречи. Три месяца работы как минимум, а лучше шесть месяцев работы. То есть мы программу составляем на три месяца, на шесть месяцев и на 12 месяцев, для того, чтобы понимать зависимость от того, с какой проблемой вы работаете. Потому что некоторые проблемы можно решить за три месяца, а некоторые можно решить за год, а некоторые за год даже вы можете не решить. Поэтому вы программу составляете на вот эти сроки. Когда клиент уже приходит и он уже понимает, что на решение его проблемы понадобится немножко больше времени, чем он планировал, то, соответственно, тогда вы уже заключаете новые договоры. Вот такая система. Система, еще раз говорю, достаточно проста на первый взгляд. Там потому что всегда есть какие-то тонкости. Помните, я говорила, вот эти тонкости, то, что на кончиках пальцев, то, что понимают какие-то определенные люди, которые уже прошли через все это, которые уже попробовали огромное количество курсов, где дают какие-то общие знания, но не дают вот этих тонкостей. Мы в клубе даем тонкости, потому что я уже 8 лет работаю с психологами. Я точно знаю, про что я говорю, и я точно знаю, что мой клуб самый лучший. Я точно знаю, как привлекать людей, как продавать, и как продавать, не продавая. Продавать никому ничего не навязывая, продавать только рассказывая вот про то, что вы знаете. В то же время применять правила продаж какие-то, буквально вживаясь в образ клиента, буквально входя в его роль. Только вот входя в его роль, только входя в его пространство, вы сможете продать. Например, если вы, ну давайте там, напишите какую-то тему, которой вы занимаетесь. Я сразу могу сказать, что есть эта ниша на рынке, нет этой ниши на рынке. Потому что очень многие психологи попадаются в самом начале с нишей. Ну то есть это первый затык, из-за чего не получается. Я вчера уже тоже про это рассказывала. То есть когда ниша слишком широкая, непонятно, что делать. Когда целевая аудитория не определена, тоже непонятно, что делать. Когда у вас есть ниша, когда у вас определена целевая аудитория, все, вы первые два главных шага сделали. И только затем, вот только затем, вы подключаете инструменты маркетинга. Что это такое вообще? Что за инструменты маркетинга? В инструментах маркетинга сенсомоторная коррекция. К сожалению, если вы выйдете на улицу и скажете, у меня ниша сенсомоторная коррекция, вас не поймет ни один человек, включая меня, я тоже не понимаю, о чем идет речь. Поэтому это, к сожалению, не ниша. Ниша это то, о чем думают обычные люди. Это тема, которая их действительно волнует. Это тема, в которой вы можете помочь людям. К сожалению, сенсомоторная коррекция, я даже не знаю, что это. Наверное, метод какой-то, который помогает кому, чему, про что. Ну, то есть, еще раз, если у вас ниша какими-то непонятными словами написана, то у вас, к сожалению, не поймут остальные люди. Если вы не хотите, чтобы вас понимали остальные люди, вы хотите, чтобы вас понимали только профессионалы, как мне ответили, написали вегетососудистая дистония, как это, ВСД. Вот, написали, прямо в шапке профильной было написано ВСД. Я говорю, так, ну, не поймет, таксист не понимает, 10-летний ребенок не понимает, мама, может быть, здесь, конечно, понимает, если она с этим сталкивалась, но если она не сталкивалась, она тоже не понимает, что такое ВСД. Вот так же и сенсомоторная коррекция. Ну, то есть, вас должен понимать таксист, 10-летний ребенок и ваша мама. Если они понимают, о чем идет речь, то, значит, ваша ниша прошла тестирование, более-менее. Но лучше после этого еще ее несколько раз протестировать. Я даю в клубе как раз некоторые способы, как протестировать вашу нишу, как понять, что эта ниша действительно пользуется спросом на рынке. То есть, не только то, что нравится вам, не только методы, которые вы используете, потому что, к сожалению, психологи очень часто говорят про методы, про методики, как вы работаете с клиентом, а клиент, он всегда ищет какую-то вторичную, либо троичную даже выгоду от этого метода. Вот как раз про троичную, про следующую вот эту двоичную и троичную выгоду я сегодня как раз и буду рассказывать, что это такое, как клиенту дать результат, как вообще показать ему, что вы можете ему дать результат. Еще раз заметьте, можете дать результат, а можете и не дать этот результат. То есть, вопрос всегда в том, что это не только от вас зависит, и вы клиенту это должны объяснить сразу на первой встрече, что результат зависит не только от вас. Результат зависит еще и от клиента. Я клиенту всегда говорю, что я могу тебе гарантировать результат, если я сделаю свои 5 шагов навстречу к тебе, ты сделаешь свои 5 шагов навстречу ко мне, и ты действительно будешь делать эти шаги. И тогда результат у нас точно будет через 3 месяца работать с тобой. Но если ты свои шаги отказываешься делать, если ты в процессе пути где-то начинаешь тормозить, а я понимаю прекрасно, что он начнет тормозить, потому что это естественный процесс, то, к сожалению, вот именно к тому результату мы не придем. Но клиенты приходят в разные готовности, с разной степенью мотивации. Кто-то действительно включается, и кто-то прям вот вау, и все, и у него получается в первый месяц, я не знаю, заработать 100 тысяч, или больше 100 тысяч рублей. Кто-то включается, и у него получается на второй, на третий месяц. Еще раз, все зависит от мотивации, с какой мотивацией они к вам пришли, ваши клиенты. Поэтому здесь вы смотрите, насколько вообще еще мотивация. Ну ладно, сегодня еще раз немножечко про привлечение, про продажи. Потому что еще раз, это два модуля, которым вас не учат нигде. И именно поэтому у меня модуль привлечения, модуль продажи так подробно разобраны в клубе. Подробно, прям вот для психологов, еще раз, на кончиках пальцев какие-то тонкости разбираю. Как продавать, как продавать. Но только после того, как вы уже вот со всем этим определились, с нишей, с целевой, там с ключевыми словами вы научились писать тексты их языком. И вы тогда можете уже использовать копирайтинг. Копирайтинг, как раз, знаете, такой человечный копирайтинг. Ну то есть не какой-то там вот продающий, там я уже говорила, да, что меня тошнит, когда я вижу вот эти продающие тексты. Осталось два места. Только сегодня, срочно, давай, вот там, прям вот сейчас нужно купить. Завтра все пропадет. Ты потеряешь все деньги, потеряешь всех клиентов. Давай сейчас. Когда играют, знаете, вот на чувстве вот этого, вот срочности, когда играют на чувстве, там, не знаю, азарта, какого-то жадности, там, не знаю, зависти, ревности. Я понимаю прекрасно, что, как психолог, я понимаю, что они обыгрывают вот эти чувства. Но я верю в то, что можно продавать абсолютно спокойно на чувствах положительных, продавать на вот этой вот радостной волне, продавать на своей позитивной энергии, продавать на восторге, продавать на том, что ваш продукт действительно избавит человека от страданий, продавать на том, что вы воодушевлены вот этой идеей, и ваш клиент воодушевляется этой идеей, и он от вас принимает вот эту вот прям энергию, энергию счастья, энергию, там, я не знаю, ромашек, легкости. Он воодушевляется, он идет, и он как раз после этого уже достигает каких-то результатов, даже просто от общения с вами, потому что вы уже проработаны, потому что у вас уже решены какие-то ваши задачи, и тогда клиент воодушевляется, и он сам уже может строить границы, и он сам уже решает, что и как вообще. Потому что вы, еще раз, вы являетесь той самой, знаете, такой вот батарейкой, которая там заряжает, которая помогает, которая там несет свет. Я уверена, что все психологи несут свет. И у меня такое вот убеждение в голове, что все психологи несут свет. Вот, поэтому психологи, они же приходят в профессию, вы же приходите в профессию не за деньгами, правда? Но в то же время, все равно потребность в деньгах остается, потребность в деньгах нужно закрывать по-любому. Хочется самореализоваться. Мне сегодня женщина пришла на консультацию и говорит, я хочу самореализоваться. Я говорю, что для вас самореализоваться? Самореализоваться, это значит, вот те знания, которые она получила, действительно начать работать с клиентами и употреблять эти знания и получать за это достойную оплату. Вот все. Я, кстати, вчера смотрела перетачу средних команды. Мне очень понравилось, как она сказала. Мне прям вот, ну, очень понравилось. Она сказала, что для меня самореализация, это когда я могу прийти куда-то выступить, куда-то что-то вот поделиться, чем-то рассказать, что-то вот этим счастьем, которое она излучает, уверенностью, которое она излучает. И она говорит, и получить за это достойные деньги. Вот. То есть, понимаете, вот это самореализация, когда вы действительно идете, делитесь, получаете за это достойные деньги. То есть вы в ответ на то, что вы вот, не знаю, там, вот раздаете, раздаете свет, раздаете легкость, раздаете ваш профессионализм, вы показываете, вы делитесь, и вы получаете за это достойные деньги. Вот самореализация. Сегодня еще раз про что, Что может гарантировать вообще психолог? По большому счету психолог гарантировать, прям гарантировать, он еще раз, ничего не может. Он может гарантировать только вместе с клиентом, то есть только вместе в связке с клиентом. Когда вы подписываете договор, вы все это обсуждаете, вы все это проговариваете. На первой встрече, либо на бесплатной консультации, вы сразу прям все это проговариваете. А вы можете гарантировать мне результат, что я выйду замуж? Нет, никто не может гарантировать такой результат. Вы можете гарантировать мне результат, что я рожу ребенка? Нет, никто не может вам гарантировать такой результат. Поэтому вы не бог. И вы не можете гарантировать человеку, что она забеременеет, либо она выйдет замуж, либо избавится от какого-то чувства страха или еще от чего-то. Потому что в любом случае есть особенности психики еще. Но есть, конечно, какой-то ряд действий. Особенно в коучинге, например. Это немножко легче сделать в коучу, легче гарантировать результат, чем психологу. Коуч может сказать, что да, вы делаете раз, два, три. И вы организуете вот такую компанию. И вот у вас коллектив, вы набираете коллектив, и вы получаете вот такую прибыль. Все, в коучинге немножко проще. С психологией так не пройдет, такой номер не пройдет. Психология достаточно такая тонкая-тонкая наука. Поэтому здесь придется, конечно, знаете, как вот искать. Искать у каждого свой будет какой-то результат в каком-то случае. Но я, например, точно могу гарантировать результат. Когда человек приходит ко мне с гореванием, ну, то есть в случае какой-то трагедии. У него там, не знаю, там умерла мама, либо погиб муж, либо погиб ребенок, и он горюет достаточно большое количество лет, я могу гарантировать, что он перестанет горевать после работы со мной. Потому что я работаю очень глубоко на тему горевания и прохожу прям вот, ну, очень большие-большие какие-то глубинные такие стадии с человеком, вот эти горевания. И в процессе работы, да, человек перестает, знаете, вот, ну, горевать тяжело. Естественно, он грустит. Это естественно. Я ему рассказываю про 4 стадии ПТСР. Я рассказываю, какая стадия, как, чем. Отличается, что это со всеми людьми происходит. И, естественно, он горюет, и в процессе просто его печаль становится светлой. Вот мы выходим на эту светлую печаль. И я знаю, как с этим работать. Я знаю, как человека вывести на эту печаль. Понимаете, вот здесь я могу гарантировать, например. А что женщина замуж выйдет через 3 месяца, я не могу гарантировать. Но в офере я все равно пишу, выйдите замуж через 3 месяца. В офере я все равно пишу, вы познакомитесь со своим любимым человеком. Потому что это возможно. И один из 10 человек действительно получит результат. У меня в прошлом месяце психолог одна сказала, что один из 10 – это очень плохой результат. Вы знаете, я разговаривала с огромным количеством тренеров, с огромным количеством психологов. И они все, все абсолютно в один голос говорят, что 10% – это очень хороший результат. Это очень хороший результат. Если один из 10 у вас получает результат, это очень хорошо. Потому что вы не можете гарантировать все остальное. Ну вы не можете гарантировать. Она приходит, да, выйти замуж. Ну как вы можете? Бог, как вы можете гарантировать, что она точно замуж выйдет? А может быть она в процессе поймет, что она вообще замуж не хочет. Что она пришла вот с такой целью, сказала, да, 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 я замуж хочу. На самом деле, может, она и не хочет замуж Что она встретит именно того самого Вы, может быть, переберете вместе 50 человек Ну, никак, не склеится Ей, может быть, кто-то понравился, а вот там не понравилось Там еще что-то Ну, 50 человек, конечно, много, статистика такая Но один из 10 тоже Вот по этой же статистике, по идее, один из 10 Ей должен обязательно понравиться И она ему тоже должна понравиться Ну, один из 20 Ну, хорошо, ну, один из 30 Но кто-то должен понравиться, обязательно Вот, поэтому Конечно, еще раз Вы можете гарантировать 10% Что, ну, вот Один из 10 человек у вас точно выйдет с тем результатом Который вы заявляете в офере То есть, который вы говорите, что Вот, да, ребята, я выдаю замуж Вот женщин Я тоже выдаю замуж У меня очень много клиентов Клиенток выходит замуж И мужчины женятся И в то же время, смотрите Я не могу сказать, что это будет точно Но В таких случаях, например, как избавление от панических атак Или еще каких-то Здесь мы смотрим на Опять же, на бесплатной консультации Сколько лет Например, у человека для отца панической атаки Если это начало Вы можете поймать еще за хвост Вот, ну, начало самое Если у него это уже что-то хроническое То избавиться, конечно, будет гораздо сложнее Потому что, ну, на это просто придется Больше времени потратить Поэтому смотрите еще раз В зависимости от того С какой человек приходит целью к вам И в какой нише вы работаете Насколько вы профессиональны в своей нише Насколько вы уверены в своей нише Вы объявляете очень честно Что, да, вот мы будем с вами работать Я точно вам гарантирую избавление от боли Например, я сейчас, опять же, гарантирую Я вам гарантирую, что вы перестанете плакать ночами Там вот как вы это сейчас делаете Опять же, ну, например Натали Глухова, привет Вот И, конечно же, еще раз Я могу гарантировать вам, например Что вы познакомитесь с тремя мужчинами, как минимум Ну, то есть, вот эти какие-то вещи вы можете Гарантировать Еще раз смотрите Что именно вы можете гарантировать А что нет Ну, то есть Не берите на себя функцию бога Но одновременно берите какие-то вещи За которые вы отвечаете как профессионал Поэтому вот здесь Да, возьмите на себя какую-то часть обязательств И тогда клиент действительно больше вам будет доверять Клиент больше пойдет Плюс, конечно же, ваши отзывы Плюс вы собираете отзывы И смотрите, что люди пишут в отзывах Смотрите, когда люди приходят На бесплатные консультации Чего они просят Какими словами они просят Чего они хотят Ну, то есть Вы начинаете использовать вот те слова Которые люди используют В их запросах И вы начинаете использовать те слова Которые люди используют в ваших отзывах Ну, вот в отзывах по работе с вами Ну, то есть Люди точно сами знают Какой результат они получили от работы с вами И какой результат они хотят получить Не надо ничего выдумывать Если вы будете выдумывать Вы далеко точно не уедете, но если вы будете использовать слова из бесплатной консультации, либо слова из отзывов, то это уже будет очень аутентично тем людям, которые будут к вам приходить новые. То есть они будут читать ваши посты, они будут смотреть ваши видео, и они будут смотреть на эти слова, которые вы употребляете. Я про это уже говорила 150 раз, но каждый раз, когда захожу в какой-то аккаунт психолога и вижу там вот сенсорное чего-то, что-то там, коррекции, вот какая-то коррекция. Ну то есть когда я вижу эти слова, я понимаю, что, ну к сожалению, не научили, и это не вина психолога. Это не вина психолога, что не научили продавать, что не научили говорить с клиентом на одном языке, потому что это один из самых главных элементов продаж. Продаж говорить на языке клиента. Расскажу еще одну маленькую тонкость продаж. Это самое большое, знаете, ну как сказать, это прям открытие такое было для меня тоже. Несмотря на то, что я уже 8 с половиной лет занимаюсь этим, работаю с психологами, помогаю психологам найти клиента. Читала книжку Джо Витали по продажам, по-моему, Джо Витали, да. Да-да-да. И он как раз написал про то, как продать вообще все, что угодно кому угодно, и он там, как всегда, говорит про секретный секрет, секретный секрет. И мне очень понравилась вообще вся идея вот его книги, она как раз про то, как вот прям, знаете, вжиться в роль клиента, прям начать жить его жизнью, чтобы понять вообще, что его волнует. И вот когда вы вживаетесь в эту роль, вы понимаете, почему человек говорит «да», почему человек покупает. Есть еще тонкости, когда вы на бесплатной консультации используете вот этот цыганский метод так называемый, когда человек говорит «да-да-да-да-да», вы специально задаете ему такие вопросы, чтобы он говорил «да-да-да-да-да». Возможно, метод попахивает, да, цыганщиной. Ну, наверняка все слышали, что цыганки, они, да, все время говорят, ну, какие-то вопросы задают, когда вы говорите «да-да-да-да». Но, тем не менее, это работает. Когда вы задаете вот такого рода вопросы, человек говорит «да-да-да-да-да» на бесплатной консультации, и затем в конце ему гораздо легче сказать «да», когда вы ему предлагаете какую-то программу, когда вы ему предлагаете что-то очень ценное и то, что точно изменит его жизнь, какой-то продукт, я не знаю, там, какую-то группу. Ну, то есть, когда вы ему как раз вот с помощью ваших вопросов помогаете принять решение положительное, когда вы нарисовали ему жизнь, которая у него будет в процессе, когда он купит, я хотела сказать, когда он купит ваш клуб, когда он купит наш клуб, когда вы купите наш клуб богатых психологов, вы придете, и вы сможете, во-первых, найти свою нишу, во-вторых, описать целевую аудиторию и конкретно понять, а действительно ли ниша та, потому что психолог говорит «да-да, у меня есть ниша, я работаю вот с мамами». С какими мамами? Каких? Я работаю на сепарацию мамы и детей. Какого возраста детей? 40 лет, 30 лет, 10 лет, 15 лет? Ну, то есть, понимаете, когда не прояснены вот эти тонкости вот этих вещей, когда вы сами не понимаете, и другие люди этого не понимают, к сожалению, вы ничего не продадите. Как привлекать людей? Где их привлекать? Откуда их привлекать? Как все это делать бесплатно? Они привлекают таргет. Таргет у вас появится только в 8-м или в 9-м модуле таргет появится. Ну, то есть, вам таргет не нужен, вам не нужна реклама, таргетированная реклама, этот таргет называется, не контекстная, не таргетированная, никакая реклама вам не нужна до тех пор, пока у вас контент не будет понятный, пока вы непонятно, что будете продавать. Иначе, я еще раз говорю, это будут выброшенные деньги на ветер. Я знаю, что люди говорят, я 20 тысяч на рекламу потратила, но если вы не продали на, я не знаю, там, 120 тысяч, то считайте, что это выброшенные деньги. Вы за это время, за 20 тысяч рекламы должны были продать на 120 тысяч для того, чтобы эти 20 тысяч откупились, и вы еще 100 тысяч заработали сверху. То есть, понимаете, да, мы сейчас вот занимаемся таргетингом, мы привлекаем новых психологов с помощью таргетинга в Инстаграм, и в то же время у нас есть Ютуб, который растет вообще сам по себе. Сам по себе мы вообще ничего там не прикладываем, никаких сил. Люди туда просто добавляются, потому что они видят пользу. Мы вообще ни рубля не вложили на Ютуб, и у нас с Ютуба приходит достаточно большое количество клиентов, потому что они видят ту пользу, которую я даю, они понимают, что я как раз про тонкости, и они приходят с Ютуба. Мы на Ютуб не вложили абсолютно ничего. Поэтому у нас Ютуб, я говорю, как заброшенный ребенок, растет самостоятельно, но очень хорошо растет. Очень уверенно и постоянно там прибавляются каждый день какие-то подписчики, я очень радуюсь этому, потому что люди действительно с помощью наших видео получают большую пользу. Уже так много наговорила, наговорила, наговорила. Вы в любой момент можете купить наш клуб, и наш клуб состоит из 13 модулей сейчас. Эти 13 модулей входят в пакет, в стоимость пакета 15, сколько? 50 тысяч рублей, и туда входит еще 6 интенсивов. 6 интенсивов по ведению, по деньгам, потому что вот это тема денег, с которой психологи приходят, и стыдно брать деньги, и боятся брать деньги, боятся повышать цены, и боятся на себя тратить. Тратят там на всех детей, там, не знаю, на кредиты какие-то немыслимые, еще что-то. Вот, тема денег, обязательно разобраться с темой привлечения, с темой работы с родом, потому что там тоже родовые какие-то вещи лежат, вот эти страхи, неуверенность в себе. Все там, все вот в этих интенсивах, 6 интенсивов там сейчас, и дополнительный интенсив по СМИ, если вам нужно, если вы хотите выйти в средства массовой информации, вы его можете купить со скидкой, если вы участник клуба. Поэтому там так много всего, и все такое вкусное, и все за 50 тысяч рублей. Потому что я знаю, что многие продают вот один какой-то модуль, который есть у меня, вы его можете купить у других, там, я не знаю, за 30 тысяч рублей, например. А это все входит в программу клуба. 13 модулей, это открываются вам 10 модулей сразу, и 13 модуль, который секретный. 11-й, 12 модуль я запишу вот сейчас в сентябре только. Вот, поэтому у вас сейчас откроется 11 модулей, а 12-й, 13-й, ой, как, 10-й, 1-й. Короче, я запуталась в этих модулях. Ну, не важно, в общем, каждый день вы получаете маленькое задание, и маленькое видео, маленький текст, все делаете по шагам, маленькими шагами. Можете делать большими шагами, можете смотреть сразу несколько видео, можете включаться и смотреть сразу много интенсивов, много видео, погружаться в эту тему, и что-то делать, задавать мне любые вопросы, потому что я рядом с вами всегда. Я рядом с вами отвечаю на все вопросы, погружаюсь в ваши темы, и провожу 15-ти минутки. В общем, я всегда рядом с вами. Клуб — это сообщество профессионалов. Клуб — это сообщество, где у нас только поддержка, только поддержка, мы только поддерживаем, никого никогда не ругаем, потому что я люблю очень книгу «Кэрин Прайер. Не рычите на собаку». Это по зоопсихологии, нам еще в МГУ давали ее на втором курсе. И когда я прочитала ее, я удивилась, я говорю, ну как, ну посмотри, это же не… Я Андрюхе тогда своему другу говорю, смотри, смотри, ну это же не про животных, это же прям вот про людей, это все про людей. Как знаете, я смотрю «Цезаря», вот если у вас есть собаки, то я вам очень рекомендую «Цезаря» посмотреть, прям наберите на ютубе «Цезарь собаки». Вот, «Цезарь», он очень прикольный, я не помню, как его зовут полностью, вот, ну «Цезарь». Он показывает видео, как дрессировать собак, как, там, сделать из нервной собаки нормальную собаку, и он показывает какие-то тонкости. Я, знаете, смотрела, я вот прям как завороженная первый раз смотрела, смотрела, смотрела на него, такая дума. Потом подруге своей говорю, слушай, ну он же не про собак рассказывает, он же про людей все говорит. Он рассказывает все, прям как у людей это работает. То есть там прям вот не зоопсихология, а это прям реальная психология. И я всем своим клиентам, и студентам, и психологам рекомендую прочитать книгу «Кэрон Прайер. Не рычите на собаку». Поставьте сердечки, кто читал эту книгу, или кто-то, может быть, впервые слышит про эту книгу. Потому что там как раз про позитивное подкрепление, про положительное подкрепление. Вот я в нашем клубе только за позитивное подкрепление. Я ни в коем случае не критикую никого. Я когда рисовала картины, вы знаете, художник сказал нам тогда фразу, я ее запомнила на всю жизнь. Она сказала, ни в коем случае первые два года не разрешайте себя критиковать. Два года никто не имеет права критиковать ваши картины. Ни один человек. Никто не может права критиковать ваши картины. Потому что вы начинающий психолог, потому что вы начинающий художник. Вот вы как начинающий художник. Никто не может критиковать вашу нишу. Никто не может критиковать вашу деятельность, ваши видео, ваши тексты. Любой человек, который критикует, я не знаю, там муж, мама, там ребенок, там, не знаю, подписчики. Всех в бан, всех в бан. Всех убирайте из социальных сетей, никому не показывайте, кто критикует. И ищите вот эту поддержку, поддерживающую среду. У нас в клубе как раз вот такая среда, где разрешено только хвалить. Потому что только тогда человек может вырасти. А вот после двух лет уже вы можете попросить критику профессионала. После того, как вы уже два года, вот там, я не знаю, как художник. После того, как вы уже два года, как уже там продвигаетесь, продвигаетесь в социальных сетях. И понимаете, что можно еще лучше продвигаться. И тогда вы идете за критикой и просите критику. И говорите, критикуйте, пожалуйста, вот мой инстаграм, покритикуйте, там, не знаю, мою программу. Покритикуй вообще всю мою деятельность. Вы делаете запрос прямо у коуча, либо у другого психолога, либо у каких-то коллег более опытных, у которых более лучшие результаты. То есть, которые профессионалы в этой деятельности. Вы у них просите критику. Но не просите критику у вашего мужа, не просите критику вашей жены ни в коем случае, или у вашего парня, или у вашей мамы. Потому что, скорее всего, они, еще раз, мало того, что они не понимают ничего, во-вторых, они всегда найдут, к чему притраться. Потому что это привычка уже. Поэтому пусть поддерживают. Вот обратитесь к тем людям, которые вас точно поддержат. Которые точно вам помогут, которые точно будут вас верить. У меня, знаете, на визитке написано на другой стороне, я буду верить в тебя всегда. И люди, которые читают эту визитку, они говорят, вау, Ира, слушай, какая крутая визитка. Слушай, это же прям вот, ну вообще, вау, это прям вообще огонь какой-то. Вот, поэтому я буду верить в вас всегда. Приходите к нам в клуб, я буду верить в вас всегда, я помогу, я рядом. На сегодня все. Всем ромашек. На следующей неделе, я надеюсь, что мы начнем прямые эфиры, совместные прямые эфиры с другими психологами, с знаменитыми психологами, у которых много подписчиков. И мы будем расспрашивать их уже про то, как они набрали подписчиков, про то, как они стали известными, про то, как они стали знаменитыми. То есть у нас есть приготовленные вопросы. Вы тоже можете писать вопросы, которые вам интересно задать этим психологам. Но я потом просто напишу про это. И вы можете туда вопросы накидать какие-то дополнительно для вот этих интервью. Потому что будет очень интересно, когда коллеги-психологи, другие будут делиться. Я надеюсь, они согласятся. У нас есть целая база, кому мы хотели бы написать, кто поделится своим опытом, как они набрали подписчиков, с помощью каких методов, и как у них успешно получается работать. На сегодня все. Еще раз. Уже который раз прощаюсь с вами. Все. Всем ромашек. Счастливо. Всем хорошего настроения. Хорошего вечера. Счастливо. Счастливо.